Мы этот день как молодить, так и приближать. Мы в полях работали, помогали к фронтам, вязали перчатки, вязали носки, отставали все на фронт, чтобы кто-то быстрее была бы эта победа, чтобы быстрее был этот день. Мы встречались всегда. А молодежи дай Господь здоровья, благополучия, и чтобы мы хранили эту страну. Которую защищали родители наши. Мы помогали родителям своим, работали в полях, копали окопы, кормили, как говорится, чем могли. Варили картошку, кукурузу, солдат кормили, помогали побыстрее подойти им, чтобы быстрее это лоб разбили, и чтобы была победа, была свобода, и чтобы все дети наши жили хорошо. Зинаида Андреевна, Владимир Дмитриевич уже поздравил вас с праздником? Идет, нет, ладенет. А, еще только идет. Алкоголизма. Как вы считаете, есть такая проблема в Николаеве? Вообще проблема детского и подросткового, вот такая вот проблема. Можете не представляться, горожане вас хорошо знают. Я больше не встречался с таким фактом детского и подросткового алкоголизма. Ну, давайте я мягче спрошу. Вот встречались вы с этими проблемами, когда дети пьют пиво, пьют водку, пьют... А, это сплошь и рядом. Сплошь и рядом. Вот возле меня, где я живу, возле Надежды, там есть такой магазинчик, где на спортивные мероприятия приходит молодежь поболеть за баскетболистов. Возле Надежды. Баскет? Да. Баскет? Алкогольные напитки тоже в таких бутылочках. Я не знаю, как они называются. Как вы думаете, реально заставить хозяевов этих всех точек, мягко сказать, попросить их? Ну, для начала попросить все-таки одуматься и не продавать детям вот это пиво, слабоалкогольные напитки. Я думаю, что это нереально, потому что деньги определяются. Когда люди видят прибыль какую-то, то их не остановит ничего. Они грудным детям будут продавать все это, но их не остановит ничего. Потому что я хочу, чтобы еще при нашей памяти было новоселье морского клуба. Вы же помните, что я член морского собрания? Да. А кто еще член морского собрания, кроме меня? Матроса Юрина. Кто еще? Мэр-член морского собрания? Нет, он в совете, да. В совете. Круглов мэр? Круглов член? Нет, у нас почетный член Татьяна Васильевна. Генченко, да? Да. Кто еще? Кто еще члены собрания морского? Я слышал, что Лужкова вы приняли. Подождите, а вы что-то здесь не прочитали что-нибудь? Где? Где-то. Боже мой! Посмотрел, он даже не прочитал. Да я не прочитал. Это он благодарит. Подождите. Ну не надо, это все вы это. Мы для этого собрались. Что он там благодарит? За что благодарит? Благодарю вас и вашим лицам всех членов Николаевского морского собрания за решение об избрании меня почетным членом. Это еще. Цели и задачи вашей организации в нынешних условиях чрезвычайно важны для сплочения общества на основе морских традиций, восстановления забытых страниц истории военно-морского флота, его передового отряда Черноморского флота, сохранения братских связей. Желаю вам и всем членам Николаевского морского здоровья тот и тот. А какие наши основные цели? Напомните мне, как члены, чтобы я знал. В книге, в книге, где я всем раздаю, когда вот даю вам свидетельство давал, там на обратной стороне задачи... Все, щетка написана, все. Все она расписана. Да, надо было... Вы мне ее еще не подарили. Книгу-то? А свидетельство я вам давал, давал. Ну, свидетельство, да, свидетельство есть. Ну, хорошо. Спасибо за такое мини-интервью. Ну, что надо? Ликвидировать в Николаеве детское подростковое пьянство? Табакокурение и наркоманию. Сможем мы это сделать или нет? Сейчас подумаю. Ты хочешь выглядеть умно? Нет. Для блондинок это трудно. Сможем или нет? Вот один вопрос. И что надо делать, если сможем? Нет, не сможем. Не сможем, да? Так мы тогда обречены? Нет, мы не обречены. Пока уровень жизни не поднимется до нормального, хотя бы приближенного к европейскому, мы не сможем искоренить пьянство. Детское, детское, детское. Детское пьянство, детское топокурение, наркомание. А что не сможем? А какая связь? У нас сейчас родители в большей мере заняты тем, что думают, чем завтра кормить детей. Я говорю о порядочных людях. Я не беру сейчас отбросы. Если они не будут думать о завтрашнем дне или в меньшей степени и займутся детьми, то, по-видимому, вот тогда мы сможем о чем-то говорить. А что, то есть сильно много надо заниматься, вот смотри, сильно много, но не бухайте при детях, не курите сильно много при детях, женщины, не курите им в коляске прямо дым. Ты знаешь, я видел картину, она прямо ему поправляет там. Это не играет роли. Главное воспитать ребенка, воспитать будущего человека, в будущем человеке неприятие вот этого момента. И не обязательно, ты знаешь, я знаю... Ну смотри, вот мы снимали в школе, и, значит, там человек 20 детишек таких, и из 25, пятеро, где-то, наверное, 5-й, 4-й класс, я забыл. Пятеро сказали, что им на Новый год родители наливали троим шампанское, двоим водку. Понимаешь? Я не... Нормально? А я спрашиваю, у вас родители, ну, алкоголики? Нет? Да не дарят, смеются, знаешь, нормальные родители. Чего тут много надо воспитывать? Это не нормально. Но ты знаешь, вот к тому, что дети не всегда подражают родителям. У меня есть знакомый, который в наше время объявлен врагом народа. Тем не менее, он ребенка воспитывает. Фамилия? Не скажу. Знакомого фамилия? Намекникуй. Насколько ребенок сейчас уже известен в городе своим талантом, что никогда не скажешь, что... Фамилия ребенка. Говори, сделай рекламу бесплатно. 48 миллионов. Это личная информация. Ладно, понял. Ждать тогда... Личный пример. А сколько же нам ждать тогда? Сколько же нам ждать тогда, получается? Блин. Да хрена нам ждать придется. Да прямо. Ты должен говорить по любому поводу в интервью, комментарии давать по любому поводу. Вот как ты думаешь, чем я сейчас занимаюсь? Я тебя на инвью, кстати. Очень давно. Последние полтора года, чем я занимаюсь? Берешь интервью. На какую тему? Ну, я слышал... Ты же, ни разу не смотрел? Почему? Смотрел. О, а что ты задай мне уже дает? Вот сам себе задай вопрос и сам на него ответ. Это интервью насчет знания того? Они сказали, что я много разговариваю. Лучше молчите, мол, ты умных людей берешь в интервью. Пусть они сами лучше и говорят. Борешься с алкоголизмом где-то? Ликвидирую. Ликвидируешь? Конечно. Ну, как успеть? Пока, пока, слава, 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 пока. Ну, что ж так, почему? Ну, сильно много противостояния обошлось. С чьей стороны? Со всех. Ну, первое, равнодушие. Ты знаешь, вот полная такая равнодушие. Не понимаю... Подожди, кто у кого берет интервью? Давай, значит... Ну, ладно, мы задаем один вопрос. Что делать там? Что делать или что делать? Или что делать? Или что делать? Чтобы динамику как-то усилить. Для начала исполнять закон существующий. Хотя бы о запрете продажи лицам до 18 лет. Хотя бы для начала. Чтобы он выполнялся повсеместно. И всеми. Потому что, несмотря на объявления на ларьках, на палатках, о том, что мы не продаем до 18 лет, на самом деле... Этот закон не выполняется. Ты так и знаешь, что штрафы никакой? Нет, не знаю. Продукции не знаю. 6800 греев. Ну, вот, несмотря на такие штрафы, все равно продают. Ты представляешь? Да. Для начала. Для начала хотя бы начать исполнять уже существующие законы и правила. Принимается еще что? Ну, мне трудно сказать. Пропаганда здорового образа жизни. Принимается. Сам, кстати, здорового образа жизни не идет? Ну, стараюсь. Курить бросил? Нет, не бросил. Чего? Тяжело бросил. Это нелегко. Ну, хорошо. И пожелания нашему движению на ближайшие 10 лет? Добиться поставленных целей. Спасибо.